Всем привет! Меня зовут Даша Кей, и сейчас я нахожусь в Египте на отдыхе. Тут такая комфортная сейчас погода, как у нас летом, когда ты красишься, с тебя ничего не течет, вечером можно даже принарядиться. И для сегодняшнего своего вечернего мероприятия я хочу сделать прическу. Это будут локоны. Я покажу свой способ и расскажу о новом приобретении. У меня новый белый красивый утюжок. Отправили мне его на обзор с тремя режимами Fast, Normal и Gentle. Когда начинается вот такой вот небольшой треск, это значит, что начала работать система ионизации. Проще говоря, ионизация не дает волосу электризоваться. Этот выпрямитель новинга у Philips в этом году вышла премиальная линейка по уходу за волосами с технологией Sense IQ. Эта технология встроена для того, чтобы не сжечь волосы и не пересушить их. Умные датчики сканируют волосы, анализируют информацию и подстраивают температуру нагрева пластин. Пластины тоже доработали и сделали более гладкими и плавающими, чтобы не цеплять волосы. Приятно, что в утюжке есть много дополнительных фич, например, как этот термостойкий наконечник. Вот такой вот красивый чехольчик. Он термостойкий, соответственно, на него можно положить раскаленный утюжок. Я пока сниму мечту всех домохозяек. Я включила режим Gentle. Все-таки у меня длинные волосы, я хочу, чтобы локон держался прочно. В принципе, отрегулировать температуру можно и самостоятельно от 120 до 230 градусов. Ждем, пока она нагреется. Я сейчас нахожусь в Египте, и я не брала с собой багаж. У меня была только ручная кладь, и в нее положила, ну, маленькую свою косметичку. Естественно, я не взяла лак для волос. Можно было взять, конечно, жидкий, но жидкий тоже больше 100 мл. Эти все законы аэропорта, конечно, меня немножечко смущают. Думаю, куплю лак в Египте. И что вы думаете? Вот такой вот лак я приобрела. Баночка больше похожа на аэрозоль насекомых. Нам еще тут плюс 50 мл добавили. Без лака я не делаю ни одной прически, поэтому посмотрим, как сегодня справится этот утюжок вместе с лаком. Я всегда использую немножко лака для того, чтобы придать текстуру волосам, чтобы они не были такие жидкие. Я беру утюжок и ставлю по диагонали. И в области скулы начинаю разворачивать утюжок. Получается вот такой завиток красивый. Две лицевых пряди уже готовы. Можно даже сделать хвостик и уже идти так. Можно это использовать как отдельную прическу. Просто, допустим, завязать. Немножко забрызгаю лаком. Переходим дальше. Из общей массы волос пряди я буду брать хаотичные, подбивать их, чтобы не было эффекта балла выпускников из 2000-х. Я буду брать попрядно. Допустим, вытаскивать одну прядь. Мне нравится текстура, которая появляется, когда брызгаешь лаком перед тем, как накрутить прядь. Прочесываю. Итак, закрепляем. Я располагаю щипцы параллельно полу, чуть-чуть по диагонали. Прогреваю какое-то время завиток и обязательно вытягиваю кончик. Иначе волосы будут путаться и будут выглядеть неопрятно. Челку я люблю укладывать утюжком, потому что я могу контролировать разворот и полностью прогреть прядь. Главное, долго не задерживаться, чтобы не получилось, как в том видосе. Ну, я закончила делать свою укладку. Сейчас брызну еще немножечко лаком. Лак, конечно, оказался не самым лучшим. Такие вот локоны у меня получились. Утюжок дает немного другие локоны, чем на плойке. Они получаются более ломаные, что мне, естественно, больше нравится. Кончики всех волос я обязательно выпрямляю. И вот такая вот укладочка у меня получается. У лица я бы еще бы прошлась бы. Поздравляю всех с весной. Ну, а с этой прической я пойду на ужин. Хороших, теплых деньков. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА